Так, на вопросы отвечаем. Да, и вы хотели показать фотографии, нам прислали. Да, фотографии. Вот я думаю, что же я забыл-то. Так, во-первых, вот прислали газету. Такая вот газета, где она издается? В Подмосковье. В этой газете интересные ежедневные новости на сайте артподготовки с Вячеславом Мальцевым. Спасибо огромное, кто это делает. Молодцы, большое спасибо. Вот фотография, памятник, это откуда памятник? Это, я так понимаю, в Тольятти. В Тольятти, да, но я не был в Тольятти, я в Самаре, только 5-11-17-го года. Вот мотороллер нам прислали, фотография. Это скутер. Скутер, ну я в этих делах слаб. 5-11-17-го, очень хорошо. Потом вот тут ЛДПР плакат, а к нему 5-11-17-го. Прям народ Жириновскому. Вот в автобусе. Не ждем, а готовимся. Очень хорошо. Вот прислали дети в гимназии в Москве, собирают какие-то поделки. И вот что они собрали. Вот 5-11-17-го. Очень хорошо. Вот в автобусе тоже за головой вот человек. 5-11-17-го. Ну, много таких вещей присылают. Надо собирать, показывать. И вообще нужно стремиться к тому, чтобы до 5-11-17-го каждый ребенок знал, что будет 5-11-17-го. Вот когда каждый малыш будет знать, я уж про взрослых не говорю, то все, тогда у нас минимальные затраты будут, чтобы все сделать, что мы задумали. Минимальные. То есть и никакого противодействия мы не встретим такого активного. Мы будем готовиться к активному противодействию, но я не думаю, что чем больше мы будем, чем сильнее мы будем готовиться, ну, как это Бодосио Сенсю, да, или там Хагу Куре, чем сильнее самурай готовится к смерти, тем больше он ее провожает от себя. Да, так и здесь. Чем мы будем лучше готовиться, тем мы быстрее и легче все сделаем. Да, исходники таких наклеек есть на нашей странице ВКонтакте. Заходите, добавляйте в друзья. Можете распечатывать эти наклейки, клеить, таким образом помогать нашему делу и участвовать. Да, и возможно, вы имеете опыт в создании таких макетов, обладаете, в общем-то, опытом работы в Корле, в Фотошопе, тоже можете нам присылать свои варианты, мы их с удовольствием разместим, и, в общем-то, я думаю, что это тоже будет существенным вкладом. Да, вот пишут старую такую латинскую поговорку «Хочешь мира, готовься к войне». Да, мне нравится. Кстати, вторая часть, да, парабеллум называется «Готовься к войне». И пистолет хороший, да. Очень часто спрашивают, как относитесь к Махно. Нормально. Нестор Махно просто человек, с одной стороны, продукт своей эпохи, а с другой стороны, намного опередивший время. Вот проблема, конечно, того времени, что не было информационных технологий, что не было того, что есть сейчас. Поэтому применить эти идеи было очень сложно. И, в общем-то, такой же вопрос по отношению к Гайл Фоксу. Как относитесь, и что для вас, как это, символы или какой-то, как относитесь к этому персонажу? Ну, это более современный символ, конечно, в связи с фильмом «В значит вендетта», да, в связи, наверное, с какими-то, вот, не английскими уже традициями. То есть, если английские традиции, ну, это ночь фейерверков, там, 5 ноября, это ночь фейерверков, да. Там Гайл Фокс, который когда-то хотел подорвать парламент, но был схвачен и офигачен, да, там, чтобы не сказать, был казнен. Он, в общем-то, такой, ну, это маска протеста, на самом деле, такого ценой своей жизни. Это очень серьезно. Но сейчас, в любом случае, есть некое продвижение, такое, как это апгрейд, да, в понимании, то есть изменение. Вот в связи с выходом этого фильма, то все-таки маска Гайл Фокса – это некий такой атрибут отрицания, деспотии, тирании, самодержаве, в любых формах. Ну, и вообще, это же маска анонимная тут. Ну, да. Спрашивают, как могут нам помочь. Ну, вот мы только что как раз сказали, вы можете лайкнуть наше видео, это продвинет нас в топы Ютуба. Вы можете взять наклейки, наклеить их у себя в городе, где угодно, где вам больше нравится. Вы можете агитировать всячески и просвещать людей. Вы можете написать нам на электронную почту, специально для этого отведенную, если вы готовы помогать нам на предстоящих выборах. Работы будет очень много, и она будет абсолютно разнообразная, причем она будет не только в Саратове. Если вы из Саратова, то это еще лучше, вы можете, в общем-то, написать, и в скором времени получите ответ, в общем-то, какую помощь вы можете непосредственно предоставить. Вот Ташира Аказаки нам написал, Вячеслав, пожелайте мне удачи. Удачи? Желаю от всей души удачи. Спрашивают, ведет ли Вячеслав дневник? Что-что? Ведет ли Вячеслав дневник? Нет, не веду. Когда-то в детстве что-то какие-то дневники вел, а сейчас... Школьные? Нет, как-то вел дневник в виде живого журнала, в виде Твиттера, то есть, ну, сейчас вот время от времени я схожу в Твиттер, что-то пишу, надо чаще. Да, и вот люди пишут, что написали, ответа нет касательно электронной почты по выборам. Ну, давайте все-таки говорить очевидные вещи, очень много сообщений, нам поступает несколько сотен, там за полтысячи уже перевалило. В скором времени вы обязательно получите ответы каждый, и все-таки нужно понимать, что кто-то из Саратова, это определенный фронт работы, кто-то не из Саратова, это другой фронт работы. То есть, здесь нужно к каждому такой индивидуальный подход, поэтому, если мы вам пока не ответили, это не значит, что мы лично вас игнорируем или там не занимаемся этой почтой. Да, то есть, в скором времени вы ответ получите. Да. Когда Вячеслав уже начнет ставить на место Соловьевых и Толстых, почему эти упыри от власти так позволяют себя вести на людях, спесь до края, телемостом бы придавить хвосты пропагандистам? Ну, они пока не выходят, но я не думаю, что они боятся, и мы это увидим все еще в эфире, когда будут выборы, там огромное количество, вы еще увидите поединщиков, которые такие идут, и думают, ща мы этого лоха провинциального там загоним куда-то, и слава богу, что они так думают. Вы еще много интересного увидите. Ну, дай бог, дай бог, потому что, конечно, будут определенные палки в колеса составлять, ну, посмотрим. Я думаю, что все-таки они считают, что непоколебимо там все, поэтому не будут очень сильно переживать. Прошлый раз, когда такие пропагандисты думали, что это будут очень легкие дебаты, вы можете посмотреть как раз передачу Соловьева к барьеру? Не, ну, тогда я был ласковый, понимаешь, что это не Мальцев сейчас. Я тогда был очень спокойный, очень ласковый, потому что, ну, я рассчитывал, что меня еще пустят на телевизор, мягко говоря. Сейчас я понимаю, что кроме этих выборов меня никуда не пустят, поэтому, естественно, я не буду ласковым говорить все что угодно. Там-то я думал, что как-то будут возможности еще поучаствовать, но ведь я ошибся. Не, ну, не ошибся, там как-то меня медленно слили, там несколько было передачи у Киосаяна и все. Но они были в записи. А здесь будут дебаты госдумовские, поэтому можно как-то все, что думаешь, высказывать. Вы не боитесь стать драконом из сказки, когда богатыри приходили убивать дракона и сами становились им? Да это любимая сказка. Там не богатыри, там, ну, это же вьетнамская сказочка. С нее все началось сказать про мальчика, да, который в конце концов чуть не стал драконом, но в связи с тем, что был мальчиком, он как-то сумел избавиться. Я думал об этом, и не вдруг я думал, вы что думаете, я вот прямо сейчас только об этом. Я всю жизнь об этом думаю. Я всю жизнь знал, что мне придется драться с драконом. Ну, почему же я себя всю жизнь к этому готовил? И до сих пор я не могу вам ответить точно. Я могу пообещать, что я сделаю все, чтобы не стать драконом, да, что я там всю жизнь об этом думал и готовился. Ну, как это на самом деле, кто ее знает, пока ты не убьешь дракона, как ты можешь что-то сказать? Ну, меня власть тяготит всегда, когда у меня в руках власть. Мне это не очень нравится, поэтому навряд ли из меня получится какой-то полноценный дракон так. Я не уверен даже, что ничего не получится. Тем более, как-то я все эти вещи всю жизнь перерабатывал в своей душе, в своей голове. Вот тут пишет Ланцелот. Когда вышел фильм «Убить дракона», эту тему, кстати, я уже давно и много лет переживал. Я впервые эту тему, так скажем, как-то начал осмысливать, да, когда какую-то сказку прочитал, вот вьетнамскую, потом мультфильм посмотрел. Я вообще ребенком был, прочитал вначале. Потом я прочитал, значит, само вот произведение Шварца «Убить дракона», причем написанное в 43-м году, в каком он написал. Представляете, что сталинизм вообще жесточайший. И пьеса приходит рыцарь Ланцелот и решает убить дракона, как говорит, и на вашем месте я бы его убил. Помнишь, я говорю, а это кто был? Это, говорит, дракон. «Ха, на вашем месте я бы его убил». Вот, и все начинают рассказывать, что дракон такой хороший, вообще самый замечательный, вообще мы привыкли. И самый лучший способ защититься от дракона – это иметь своего. Это вот самый лучший способ. Ну, и вот тогда уже я как-то думал, что все это неправильно. Я понимал, что СССР под руководством Брежнева – это не тирания с драконом. Ну, не похоже, да, вот по всем показателям. Я понимал, что тут многие вещи как-то не так, но все равно это не та тирания, про которую пишет Шварц. И потом, когда Марк Захаров сделал фильм, произошло еще одно переосмысление уже на новом этапе. И тогда это казался гротеск, потому что, ну, перестройка, там, вот здесь убить дракона. Да какие драконы, о чем вообще речь? А сейчас вот мы с тобой, Валер, смотрели «Убить дракона». Ну, это как вот оно есть, как сегодня. Кому-то смотришь прямое включение. Документальный фильм. Документальный фильм, да. Да, Шварц написал пьесу «Дракон». Ну, дракон, да, да, да. Ну, да, дракон он написал. Я название-то не все хорошо помню. Спрашивают, что будем делать с Лавровым после пятого-одиннадцатого. Что-то то же самое, что и со всеми боевыми клоунами Вова. Что-то со всеми. Там есть суд, есть трибунал, пусть решают их вопрос, я не знаю. Есть пляжи Индигирки и Колымы, там можно отправить их рож пилить куда-нибудь. Загорать. Загорать, да. Это пусть суд решает. Тут дело суда. И хотят прямой эфир с Макаревичем. С удовольствием. Андрей Макаревич. Приличный человек очень. Я хотел перед ним извиниться, кроме всего прочего. Потому что когда-то я оттянулся за то, что он там сидел рядом с Путиным и с ним ручкался. И я оттянулся там в интернете по поводу Макаревича. Я сейчас прошу прощения от всей души. Искренне. Сожалею. Прошу прощения. Сейчас он ведет себя безупречно. И поэтому я хотел бы ему сказать лично, чтобы он не переживал, не страдал. Я понимаю, что как он страдает от наезда всяких ватников. Да насрать на них, на этих ватников. Сегодня они там на него наезжают. Завтра не будет дракона. Они будут кричать. Ура! Макаревичу, победителю дракона. Зачем? На кого он обращает внимание? Как с лонсалотом. А вот и вы, мы вас ждали. Человек пишет, мне Макаревич не нравится. Да я не знаю, кому нравится, кому не нравится. У Макаревича главное это творчество. Макаревич может нравиться, может не нравиться. Но у нее есть некий такой багаж, который называется творчество. И очень хорошее творчество. Для кого-то, может быть, оно не очень близко. Ну, по возрасту, может быть, это молодые люди. А в наше время, я не знаю, в 70-е, 80-е годы 20-го столетия это было нечто. Это было очень серьезно. Спрашивают много про пакет Яровой, так называемый, вот, свод законов этих антитеррористических. Что думаете по этому поводу? Это показатель слабости или это угроза такая в наш адрес? Ну, в наш, я имею в виду, в адрес всех оппозиционно мыслящих людей? Или вот как это, почему это? Ну, они пытаются как-то сделать что-то такое, что, по их мнению, может нас напугать, их обезопасить и так далее. А делают только прям противоположное. Они нас сильно раздражают этим. И не дают себе ни одного шанса, вот, не то что договориться, а избежать геморроя. Так они могли бы сказать, ну, мы что там сидели, голосовали, туда-сюда, тут они все инициаторы всякой фигни. И уже ничего не скажешь. И когда будут эту Яровую в суде допрашивать и спрашивать, а что это будет? Она скажет, да это не я, это мне из правительства прислали, это мне там в ведомстве Володина написали. Я тут просто вот, Заяц ей скажет, нет, подруга, ты инициатор, поэтому пойдешь паровозом. Сколько там лайков сегодня? Сейчас скажем. Тут пишут 6 тысяч. Да, 6 тысяч 51 лайк. Здорово, ну, это вот хорошо. Это дает возможность все время находиться в топах и увеличивать вот эти самые обороты. То есть сейчас мы гоним волну в интернете, также на выборах поднимется волна в их СМИ. То есть там будут дебаты и на Первом канале, и на России 24, где они их там зарезервировали. Очень хорошо. Там начнется волна больше, потому что на телевизор меня не пускают. Как только я выйду, значит, огромное количество людей увидят в телевизоре и услышат совсем другие слова, не те, которые там обычно говорят. Значит, они заинтересуются арт-подготовкой, придут сюда, и та волна погонит эту, и эта волна погонит ту, и все, а дальше уже все ясно, что будет. Для меня, например, уже давно все ясно. Так, даешь хэви-метал. С удовольствием. Хэви-метал всегда. Форево. Хэви-метал форево. Причем в политике. Мы им такой хэви-метал сейчас дадим. Прям на выборах будет хэви-метал. Ну так, в наших кругах это, конечно, рок-н-ролл называется, но на самом деле это никакой не рок-н-ролл, поверьте моему опыту. Это и есть хэви-метал. Причем такой, что тяжелее, трудно придумать. Вот спрашивают очень много по поводу двойника Путина. Помните, как раз сегодня мы общались по поводу подмены Петра Первого, ну так просто, в личной беседе за столом обсуждали. И вот спрашивают, что вы думаете по поводу, есть ли действительно двойники Путина, и не сыграет ли это какой-то роли для нас, что мы поймаем не того Путина в час икс, а именно тот, окажется, где... А там какая разница, какого Путина мы поймаем? Сколько мы не поймали? Вот на самом деле вообще не имеет значения. Вот так из мешка вынули, показали в телевизор, вате, вот он. В трибунале он там дал показания, всех сдал. Какая разница, кто там сдаст всех в трибунале? Еще не имеет никого. Значит, мне говорят, вот не боишься, что тебя убьют и заменят двойником. Не боюсь. Вот где они? Ну двойника похожего на лицо можно найти. Я даже однажды видел в жизни, обалдел. Просто сам себя увидел. Недавно причем так, это зимой я сам себя увидел. И из-за стекла такое. У меня было ощущение, как у Анны Ивановны, когда, помнишь, там описывается, ну правда это или неправда, когда пришел двойник ее, ну астральный двойник. Я думаю, ну все, привет. Я видел своего австр... Опять. С Австралией, мячок. Он астрального двойника видел своего. Потом смотрю, нет, ну как-то он одет по-другому несколько и так далее. Ну вот, я... О чем я? А о том, что двойника-то можно найти. Ну вот чтобы он каждый день полтора часа вещал перед вами, да? Там и больше, чем полтора часа. Ну, наверное, вряд ли такого второго, чтобы он был и такой же на лицо, да? И такой все. И вот чтобы так он мог работать полтора часа в день. Он может выполнять что-то другое. Нет, если у вас такое есть, вы нам напишите на повод, что мы придумаем, как его использовать. Конечно, использовать, да. Мы договорились, я думаю. Потому что это было бы очень хорошо. Вот напишут уже австральный двойник, да? Так, что у нас еще? Вячеслав, как тебя проверить, если что? А на что меня надо проверять? Я не понимаю. На наркотики, наверное. Если двойник, видимо, появится, иметься в виду. А мне вот интересно, вот появится двойник, например, завтра. Завтра выходит в эфир двойник Вячеслава Мальцева. И что он будет говорить? Вы знаете, я тут подумал, и революция-то, она нам не нужна. Путин-то молодец на самом деле, да? То есть, ну, наверное, люди скажут, что-то не то произошло. Да нет, ну, я говорю, для того, чтобы ему быть двойником, ему надо полтора часа вещать. Вот он сможет этот двойник. Если сможет, ну, как мне недавно один человек рассказывал, говорит, мы хотели сделать в своей партии такую передачу, как ты делаешь. И говорит, ну, очень быстро мы пришли к выводу, что не можем этого сделать, потому что нужно потратить там в день огромное количество времени на подготовку к передаче, делать это каждый день. То есть, надо только этим заниматься, и все равно времени не хватает. Двойник, тройник и удлинитель. Удлинитель, ну, это классика, да. Удлинитель, второй состав, как ласковый май, да? Как ласковый мамай, да? Насчет ласкового майя, я помню, я ехал в поезде, тогда, 80-й год, когда тот появился, и я утром проснулся, в 7 утра, т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т, я попробовал выключить, а вывинтили, выключатель, то есть выключить нельзя. Я достал ножик и просто пробил этот, воткнул нож в этот, в динамик, он вырубился, но в других купе играл. И я так, причем я не сразу сделал, я минут 20, потом что-то я просил проводника, он отказался, сказал, что это невозможно сделать, ну, я выключил ножом и лег спать дальше. И приезжаю к Харламчику, а он у нас тут такой, группы у него были Кроманьон, Эксгуматор, Юмангас, не слышал, у них концерт очень неплохой, Камни войны называется, очень неплохой такой, у них хэви метал как раз. И я Харламу говорю, слушай, я говорю, какие-то юные негодяи меня мучили, спать не давали. А он говорит, я их знаю, мы их называем ласковой мамай. Ласковой мамай. Очень смешно. Так что вот я познакомился так с ласковым мамаем. То есть, в принципе, если бы, если нас слушают какие-то желтые журналисты, желтая пресса, то завтра должны выйти заголовки, что Вячеслав Мальцев ударил ножом ласковый май. Ласковый май, зарезал. Зарезал ласковый май. Не, ну это было просто издевательство. Представляешь, 7 утра в поезде, всю ночь мучился, не мог заснуть. Ну, потому что в поезде я трудно засыпаю. И вот там что-то под утро. Ток, ток, смотрел. А надо сказать, что мне к тому времени было, наверное, лет 26 или 27, точно я не был подростком. Не, меньше, наверное, лет 25. Время у нас, наверное, к концу уже. Ну, давай. Давай, Мальцев, передай Житомиру привет. Привет Житомиру. Привет, Житомир. Зарезал и съел ласковый май. Мальцев Кастанеду читал. Да, я одно произведение Кастанеду прочитал. Что-то меня не впечатлил. Там этот мужчина, как его... Ой. Нарета его как-то там. Ладно. Мальцев, я точно твоя копия в мыслях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш запасной канал, на нашу страницу ВКонтакте. Участвуйте. Да, вышнему Волочку привет. Да, и вот пишут нам, что Мальцев не понял, почему Путин не президент. По статье 81.3 он не может занимать должность после 2008 года, поэтому он совершил госпереворот, поэтому нужен суд над Путиным, а не участие в выборах. Вопросов нет. Организовывайте суд над Путиным. Он имеет в виду статью, которая... Там же написано два срока, более двух сроков подряд. Подряд. А он там сделал это. Но это не имеет значения. Там без этого достаточно оснований для импичмента Путина. Хоть завтра. Хоть завтра. Если было большинство в Думе, хоть завтра. Оснований, на самом деле, писать, замучаешься. Да и на самом деле, вот всем тем, кто пишет, что Мальцев все делает неправильно и ничего не понимает, вопросов нет. Делайте правильно. Да, и все понимаете. Нет вопросов. Мы вас только поддержим. Мы поддержим, построимся за вами. Это 100%. То есть, когда говорят, что ничего не понимают, я даже с вами спорить не буду. Нет человека, который бы ясно видел будущее. Вот абсолютно ясно. Да, какие-то отрывки мы видим. Может быть, вы видите большую картину мира будущего. Ради бога. Так, что у нас еще про выборы мы что-то сказали? А вот еще интересно. Пишут нам, что оппозиция из ФРГ ищет с нами контактов. И пишут электронную почту. Мы приняли. К сведению. К сведению. К сведению, да. Напишем оппозиции из ФРГ. С удовольствием. Почему не написать? Они нам денег, может быть, хотят дать. А то тогда у нас будет основание. Скорее попросить. Оппозиция ФРГ хочет попросить у нас денег. Но там же сказали, что Госдеп выделил 10 миллиардов долларов. Они прочитали и скажут, что надо сейчас попросить. Спасибо большое за то, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал основной, на наш запасной канал Безумная Грета. До свидания. До новой исторической эпохи. Осталось 498 дней и час небольшим. Спасибо. До свидания.